Это Берешит, 18 глава, 1 стиха, по 22 главу, 24 стиха, 2, 4 царств, 4 глава, с 1 по 37 стих. В этой главе рассказывается о том, как Бог открылся Аврааму, да? А также рассказывается именно о уничтожении Содома и Гаморы, о рождении сначала кого? Ишмаэля, да? Затем кого? Ицхака, да? И когда родился Ицхак, был изнан Ишмаэль. И то говорится о 10 главном испытании Авраама, то есть Акедат Ицхак. Я специально немножко хронологически нарушил, потому что, говоря о Лоте, я хотел рассказать о судьбе Лота вообще, да? Говоря о семи жертвенних Авраама, я затронул и седьмой жертвенник, который находится в содержании в этой главе. Поэтому я, может быть, не совсем иду точно по хронологии, но я иду по логическим связкам, которые мы говорим. И вот эта глава открылся. И открылся Бог Аврааму, дав Эланей Мавры. А он сидел у хода в шатер, знойным полднем. Видите, Бог открылся Аврааму. А Авраам что? Сидел у хода в шатер. Говорят, почему сидел у хода в шатер Авраам? Да? Он ждал, когда кто-нибудь придет к нему. И он мог говорить о Боге. Но Авраам не просто сидел у хода в шатер. Он был, если мы видим окончание предыдущей ловы, обрезан. И еще не совсем выздоровел от этой операции. Но это в 8-дневном возрасте операция небольшая. А у взрослого человека, до сих же определенного возраста, эта операция серьезная. Тем более без анестезии и каменным ножом, да, сделана была. Ну, кстати, острый кремень и до сих пор сейчас используется в нейрохирургических операциях, где нужен самый острый инструмент. Более острый, чем сталь. И явился Господь Аврааму в Эланей Мавры, а тот сидел при уходе в шатер, знойный пору полдня. Поднял он глаза и увидел, подходят к нему три мужчины или мужа. И увидя, побежал навстречу от хода шатер и поклонился до земли и сказал, «Если обрел и обилось в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего. Да, пусть принесут немного воды, омойте ваши ноги, прилягте под деревом, а я вживу локоть хлеба и подкрепитесь с реца вашей, затем дальше пойдете». Поспешил Авраам шатер с царой и сказал, «Поспеши, тремя рыбуки мелкого помола завеси и испеки хлеб». Поскольку мы видим, что этот хлеб был испечен сразу же после того, как замесили, какой это хлеб был? Маца. Да, это не был сдобный хлеб. И к скоту побежал Авраам, взял он тельца нежного и хорошего, передал слуге, поспеши приготовить его. И взял он сливок и молока и тельца, которые приготовил и поставил перед ними. Отсюда мы видим, что Авраам какую заповедь не выполнял? Отделение молочного от мясного. Хотя это не заповедь, скорее, а ограда. Потому что сказано, что не варить козленка в молоке матери и не есть. Но тут в данном случае нарушения заповедей не было. Хорошо. Некоторые говорят, ну, знаете, ангелы, они сначала поели мясного, потом через два часа поели молочного. Но мы видим, что это все стояло на столе сразу. И тогда ангелы что спрашивают? Где Сара, жена твоя? Ответил, вот в шатре. И сказал, вернусь к тебе ту же пору, через год, и вот родится сын у Сары, жены твоей. А Авраам и Сара стары. И прекратились у Сары обычные, у женщин. И засмеялась Сара, про себя говоря. Тут она не просто смеялась, она насмехалась как бы над мужем. После того, как я увяло, будет ли мне молодость, и господин мой стар. То есть, мало того, что я старый, но еще и он старый. А ангел, как вы помните, передал только, что Сара сказала, что она стара. И тем самым пощадил Авраама. И смеялась Сара, говоря, неужто я прям рожу? Ведь я состарилась, неужели для Господа есть и возможно? А, да. Почему смеялась Сара, говоря, неужто я прям рожу? Неужели для Господа есть невозможно? Есть для Господа невозможно? Нету. К сроку вернусь к тебе в ту же пору, как сейчас. И у Сары будет сын. И отреклась Сара, испугавшись. И я не смеялась. Но сказал Сеюшний, нет, ты смеялась. И зачала Сара, и родила Аврааму, старости его сына. Видите, интересно. О чем это говорит? О качествах Бога. Во-первых, Бог всемогущий. Есть для Него что-то невозможное. Да? Чего не может Бог? Все во власти Бога, кроме страха перед Богом. Бог не может заставить нас поверить в Него. Да? Да, и говорят. Может ли Бог сделать камень, который Он сам не поднимет? Да. Если этот камень, будет наше сердце. Вот. До всемогущества. Некоторые говорят, что вот, ну почему же родила Мурьям, вот без мужа, непорочное зачатие и так далее. Но есть еще большие чудеса, которые описываются. Правда? И так и явился. Ва-е-ра. Так начинается недельная глава. И заканчивается она кульминацией. Акедат. Ицак. Жертвоприношением. Ицака. И какие же это дает нам уроки? Видите? Авраам сидел во время зноя дня. То есть, этот человек был, который даже во время своей болезни, да, он помнил о своей миссии. Проповедовать Господа. И он ждал, когда кто-нибудь придет. Но, как мы видим, это все произошло внезапно. Поэтому пришлось и готовить муку. Правда? Кто оказался более готов к встрече гостей? Авраам. Видите, что он сделал? Он сразу взял кусок хлеба, который у него был, и дал гостям. Он не сказал, вы сидите голодные, пока я приготовлю. И он сначала дал хлеб, который имел, а затем приготовил все самое лучшее. Правда? И Авраам специально занимался именно тем, что он проповедовал. Проповедовал людям. Но в данном случае пришел кто-то другой. И он сказал, Господи. И это было три ангела. И среди них кто оказался? Да. Скорее всего, это та личность Господня, которая является. Потому что он торговался с этим ангелом. Да? А можно ли торговаться с ангелом? Нет. Ангел выполняет функцию. Ему есть приказ. Он этот приказ выполняет. В данном случае ангел был сказать, я сейчас возьму свой мобильный телефон, свяжусь с Богом и узнаю точно. Да? Но в данном случае это был тот ангел, который решал все. То есть мы видим, что открылся Бог Аврааму. И действительно. А скажите, Авраам открылся Богу? Тоже открылся. Да? Помните, мы говорили о принципе синергии. То есть я и ты. Или они, Ва, Гу. Да? Я и он. Я и он. И это очень для нас важно. И мы видим, что несмотря на то, что Аврааму было сто лет, а Саре девяносто лет, да, произошло великое чудо. И это произошло сверхъестественным образом. Это было сверхъестественным образом. Это благость и милость Божья. И это счастье в доме и полнота. И еще мы видим огромнейшее терпение Авраама. Да? Вот такое качество Авраама, которое называется Савланут. Да? Савлан терпеливый, а терпение Савланут. Шахен – это что? Сосед. А общение как? Сахнут. Да? Наречие образуется с помощью суффикса «ут». И он ждал. И он ждал долго. И он ждал где-то, можно сказать, почти 40 лет. Правда? Вышел. Еще ему было 60 лет. Потом 75 лет ему было, когда он уже полностью пошел. Эрис и Сраэль. И все это время у него детей что? Не было. И уже когда ему было 100 лет, вы помните, это терпение Авраама было вознаграждено. Видите, Бог пришел в гости к Аврааму. Как это чудесно. Это вот можно сказать рождение свыше. Правда? Вы не знаете, что это вообще похоже? Когда Ишуа приходит к каждому из нас, приходит к шатру нашему, к двери шатра нашего сердца, да? И если мы скажем ему «выйди», то он войдет. Но если мы не скажем ему «выйди», он пройдет мимо. Хорошо. И вот интересно, как идет отношение и спасение Авраама. Видите, от себя я, моя семья, мой народ и что? И все человечество. Если, как говорил Иллель, не я за себя, то кто за меня? А если я только за себя, то что? То чего я стою, да? То что я? А если не теперь, то когда? Это очень важный принцип, который открылся через вот это откровение Бога. Иллус сидел у хода шатер с знойным полднем. Очень маловероятно, что путники пройдут по дороге в полдень. Правда? Почему же он сидел утром-вечером, а днем бы он мог и поспать? Да? Но он бы тогда мог упустить встречу с Богом. Немножко поспишь, немножко полежишь, и Бог что сделает? Пройдет мимо твоего шатра. Видите, обычно в это время люди стараются спрятаться в глубине жилища. Но Авраам всегда стремился найти людей. И говорит Талмуд, что он с особенным волнением ждал их, так как опасался, что после обрезания люди будут избегать его. И Всевышний, как говорит Талмуд, обнажил солнце, то есть заставил его полить необычайно сильно, чтобы избавить Авраама от гостей, которые могли утомить его. Но так как Авраам был огорчен тем, что к нему никто не идет, то Всевышний послал к нему ангелов. Это как интересно, да? Говорит Талмуд о любви Бога Аврааму. И вот три человека стоят. То есть ангелы, это не были с крылышками, да, это были обычные люди. И поверьте, мы все встречали ангелов, и встречали не раз ангелов. Но не думали, что это ангелы. И увидев их, побежал им навстречу. Хотя ему бежать было трудно, правда? Потому что он боялся, что они пройдут. И он сам побежал к ним и сказал, «Господи или господа, если снискал я приязнь в глазах твоих». То есть господа, это множественное число, да? «Если снискал я приязнь в глазах твоих». То есть были господа, и был кто-то. Опять видим, если вот с них согласуется множественное и единственное число, в одном и том же предложении, это заставляет нас в чем-то задумываться, правда? И говорится, «В глазах твоих, пожалуйста, не пройди мимо слуги твоего». Видите, опять снова появляется та же структура. В глазах твоих, да? Быть в чьих-то глазах. Это значит, что? Понравиться. Если нашел благоволение, в чьих-то глазах. Это значит, понравился, полюбил. «Не проходи мимо слуги твоего». То есть, хотя Авраам владел множеством скота, эти хранники, которые были бедно одеты, и, скорее всего, выглядели как бомжи, да? Ну, так можем себе представить. А он говорит, «Господа». Он говорит, «Адонай, господа». «Сделайте милость, вам принесут немного воды, омойте ноги». И мы знаем об этой традиции восточной, да? И Ешуа сам омыл ноги. Он, оказывается, оказал больше даже, чем Авраам. Вот. И Авраам просил тех, кто посвящать ее, мыть ноги перед ходом шатер. Почему? Это шатер, где была святость. И можно входить в святое место, как босиком, да? Но можно еще ходить с пыли. И вот смотрите, все коммунисты делали по Библии. Даже песни сочиняли. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах старших слох. Не нужны нам золотые кумиры». А? Отречемся от старого мира, да? Итак, вы помните? Выйдите от этого мира, да? И что сделать? Отряхните прах, да? Если вы идете, я говорю еще о своем ученикам. Да? И не создавайте себе кумира. Это заповедей дести. Заповедям Божьим. Все коммунисты делали. Только Бога забыли. Вот единственное. Итак, для того, чтобы войти в святое место, надо было разуться. Ну, не просто войти, да? Еще и нужно было омыться. И Ишуа говорит, омытому нужно ноги омыть. Почему? Потому что, да, мы ходим в этом мире, и мы нуждаемся в омовении. Опять-таки, я говорю, не о традиции какой-то определенной, а о том, что мы очищаемся. Мы очищаемся, и мы в этом очищении должны быть ежедневно, да? Для того, чтобы пойти на святое место. Я принесу вам ломать хлеба, да? Правда, здесь не говорится про вино, но здесь говорится про молоко. Было это хлебоприлавление? Совместная трапеза с Богом. Правда? Смотрите, хлеб был, да? Вина насчет, не знаю, не знаем, но был там теленок, которого нужно было что? Зарезать, да? И это упоминание о хлебе, да? И о крови, о плоти и о крови. И вы подкрепитесь немного. Сделайте так. Раз уж вы проходили мимо слуги вашего. И сказали они, делай так, как сказал ты. И сказал он царе, поторопись. Сделай лепешки. Скорее всего, цара вот как раз именно и спала в это время. Он ее разбудил, да? И заставил печь лепешки. Днем печь, еще в такую жаруне, очень было приятное удовольствие. Хорошо. И мы говорили, что он взял масло, молока, да, теленка, поставил перед ними, и они ели. Хорошо. И где Сара, жена твоя? Вот очень интересно, когда Бог спрашивает, где? Что Бог не знает? Где ты, Адам, да? Где ты, Каин? Где брат твой? И так далее. И это означает, что где ты, это не просто где ты. В каком положении ты находишься перед Богом, да? Один служит Богу, другой в это время спит. Где ты? Где Сара твоя? А он говорит, вон в шатре. И говорит, непременно вернусь через год, и у Сары будет сын. А с Сарой, говорили, смеялись. Вот получился у нее сын, которого можно назвать ирония судьбе, или насмешка, да? Буквально, Ицхак. Он будет смеяться. Да. И интересно, повернулись прочь эти люди и пошли в садом. Авраам же все еще стоит перед Богом. Да? Ангелы, именуемые людьми, ушли, а Авраам стоит перед Богом. То есть здесь мы говорим точно, а конкретно, что это был Господь. Еще же делается знакомство с Богом, да? Оказывается, с торга. Авраам, как настоящий еврей, начинает торговаться. Помните, как он торговался? 50 там, 10 человек. 10 это миньян по еврейской традиции. То есть 10 совершеннолетних мужчин. Это минимальное число, которое нужно для общины. И говорят, что 10 праведников могут изменить историю. И есть такое еврейское понятие. Тикун Алам. Исправление мира. Вот христиане мало об этом говорят. Здесь многие думают, что раз этот мир, он сатанинский. А вы знаете, конечно, некоторые христиане доходят до того, что говорят, я вообще буду работать только для Бога. Я Божью работаю. Я не хочу работать для этого мира. Должны мы для этого мира работать? Мы должны еще лучше работать, чем те, которые неверующие. Мы не должны сделать грехов этого мира. Но раз люди находятся в этом мире и работают для них, и молиться за то, чтобы за город, даже один праведник может многое, а 10 праведников, это уже точно, что город будет спасен. Но не набралось и 10 праведников. Правда? Вот. И какие же качества праведников? Псалом 14 говорит о качественных праведниках. «Кто может, пребывая, живище твоем, да? Кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искренне своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отверженный». Мы знаем слово «презрен», это не означает эмоциональное презрение, да? Это означает отделение. Отделение. Да, но который боится, то есть отделен от отверженного, но хаорет отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не дает в рост и не принимает даров против невинного. Итак, кто такой праведник? «Кто ходит непорочно». Записывайте, это я выделяю голосом, значит, это надо записать. «Ходит непорочно». Как хождение будет? Галаха. Мы помним об этом, да? Делает правду. Делает правду. Что означает делать правду? Правду говорить друг другу. Что он делает? «Здаку». В оригинале употреблено слово «здака». Цадик, он почему праведник? Потому что делает «здаку». Делает праведные дела, да? Это не противоречит вере, но оживляет ее. И поэтому в одном месте сказано, что поверил Авраам Господу, а в другом месте что сказано? Что Авраам, да? Исполнял. И неисполнением ли оправдался Авраам? Вот что удивительно. Значит, делает правду «здаку». И доброе дело не противоречит вере, как некоторые говорят. А наоборот, они необходимы. И вы знаете, если человек не делает «здаку», то сомнительно его спасение. Правда? Мы об этом еще будем говорить в последующем. «Здака» может быть и как пожертвование, но в данном случае говорится о праведности в делах. То есть, что такое праведность? Помощь людям другим, да? Тот, кто не заботится о людях, тот не любит Бога. Потому что есть заповедь, какая? Люби Бога в человеке, которого он создал. Хорошо. Говорит истину в сердце своем. Эммет – истина. Но истина – это эмф, фундамент, твердость, надежность, постоянность, продолжительность, неприложность, верность и искренность. То есть, слово «эммет» имеет намного большее значение, чем просто истина, то есть правда. И где? В сердце своем. Ле-вав. В сердце. И сердце – это не просто орган, вы знаете, да? Это внутренний человек наш. Это убежденность наша, да? Это то, что находится внутри нас. Кто не клевещет языком своим? Здесь употреблено слово «рогаль». «Рогаль» – это как «регель». «Рогалик» отсюда, наверное, слово, да? Вот это «регель» – это нога. Но в данном случае «рогаль» – сплетничать, клеветать, а также ходить в разведку ножками, высматривать, соглядатый и разведчик. Видите? Оказывается, не клевещет языком своим и употреблено слово, которое имеет такие значения. Дальше «не делает искреннему своему зла». Искренне здесь «реа» – друг. А как будет подруга? «Рая». «Рая» – мужской, да? «Рая» – женский род. Имя «рая» означает подруга. И по-арабски, и на юриде. Итак, «реа» – друг. Вы знаете, что «реа» – здесь «рэш» и «аэн». И вот если не будет не «реа», а «ра», без огласовок, да? То кто это будет? «Злой». «Злой» может быть и «друг», да? И еще мы говорим «роэ», да? Есть «роэ» – видящий, и есть «роэ» – пастух. То есть, как, смотрите, наш ближний, наш сосед, он может быть нашим другом, может быть нашим злодеем, может быть нашим насмотрщиком и пастухом. В зависимости от ситуации, да? Помните, я вам стихи читал? «Не заводи плохих приятелей, и лучше заведи врага». Да? Ты был бы так внимателен, да? Его, что-то там, строга и так далее. Я уже сейчас не помню эти стихи, очень хорошие, да. Видите, «реа» – это друг, товарищ, ближний, сосед, любовник. Женский род этого слова – имя «рая». Вот такие значения имеет «рая» – друг. «И не принимай поношение на ближнего своего». Что значит поношение? Не слушать какую-либо сплетню. Помните, мы говорили, когда сплетня, кто больше страдает? Тот, кто слушает. Совершенно верно. Тот, в глазах которого презрен, отверженный. Здесь употреблено слово «мааз». «Презирать», «отвергать», «пренебрегать», «гнушаться», «быть отверженным» или «не участвовать в чем-либо». «Мааз», «презрен», «отверженный». «Мааз» и второе слово «база». Отсюда «бузить», «базика», да? Слышали такие? «База». «Презирать», «пренебрегать», «презренный», «пренебреженный», «уничиженный». Отсюда славянское слово «бузить», а также украинское «блазень». А, кстати, проститутка по-грузински будет «бозы». «Бозы». Такая «и» похожая на «и». «База». То есть «отверженный» и «презренный» два слова употребляются с такими вот значениями. «Но который боящийся Господа славит», и здесь употреблено слово «уважает», хорошо относится, то есть «ковод». «Кто клянется хотя бы злому и неизвиняем», то есть «верен слову в любых обстоятельствах». «Кто серебра не дает в рост», в Новом Завете, это названо «несеребролюбив», да? «И не принимает даров против невинного», то есть «не является взяточником». И вот такой человек назван Цадик, и мы имеем великого праведника Га-Цадик, да? Ишуа-Мессия. Хорошо, мы говорили немножко о Акидат-Ицхаке, и Акидат-Ицхак действительно находится в этой главе, просто я к семи жертвам Авраама его отнес, но перед 22 главой, 22 глава считается на второй день Рошашана. А на первый день Рошашана читается 21 глава, и 21 глава, она касается рождения Измаила, да? Рождение рождения Измаила. Это очень интересное место, потому что Измаил тоже был сыном Авраама, да? Правда? Но чем-то отличается Измаил, чем-то различается Измаил от Ицхаком, от Ицхака. И также считается, читается в Рошашана отрывок, значит, Гавтора, там молитва Ханы, «Ликует сердце мое благодаря Господу, возвышенно я благодаря Господу, одолею я врагов своих, ибо радуюсь я спасению послану тобой». Очень интересная, да, молитва Ханы. Молитва Ханы, это 1-я царств, 2-я глава, 1-й, 10-й стих. И есть еще одна молитва, очень похожая, Луки 1-я глава, 46-й, 55-й стих. Сравним? Сравним. Молитва Ханы. Молилась Хана. Кто такая была Хана? Мать пророка Самуила, да? Это Анна у русских, а у нас она Хана. Или Ханна по-украински, все равно. Хорошо. Молилась Хана и сказала, «Возрадовалось сердце мое Господи, вознесен рог мой, то есть слава моя, Господом, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь немощи твоей. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, нет твердыни, как Бог наш. Не говорите слишком высокомерно, надменно, да не выйдет похвальба из уст ваших, ибо Бог, всеведущий Господь, и дела у Него взвешены. Луки героев ломаются, а слабые предпоясываются силой. Сытый за хлеб нанимается, а голодные перестали голодать. Даже бесплодное может родить семерых, а многочадное изнемогает. Господь умершляет и оживляет, низводит преисподнюю и поднимает». Это есть цитата из Торы, да? И, кстати, если взять учение Яса, видите, то, что Аса Чингисхана, это тоже первый пункт. Еще мы видим, что Чингисхан, по крайней мере, и христианство, и иудаизм что-то имел отношение. Итак, видите, и здесь это место как раз говорит о том, что Бог умершляет и оживляет, то есть воскрешает. И в Торе это единственное место, где говорится о воскрешении мертвых. Имеется в виду Пятикнижья. Потому что у пророка об этом говорится много. А Пятикнижья только в одном единственном месте. «Господь дает нищим и обыщает, унижает и возвышает. Подъемлет из праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами, и престолом славы наделяет их, ибо у Господа устоят земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы благочестивых своих охраняет Он, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силой крепок человек. Сокрушены будут враги Господни, и на них Он с небес возгрымит. «Господь судит, будет все концы земли, и даст силу своему царю, и вознесет рог помазанника, царя своего». Это 1-я царство, 2-я глава, 1-го по 10-й стих. А теперь молитва Мирьям, очень похожая. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что призрел Он на смеяние рабы Своей, ибо отныне будут ублажать мне все роды, и что сотворил мне величие сильный и святое имя Его, и милость Его в роды родов, боящийся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных, помышление сердца их, низложил сильных с престолу и вознес смиренных». Похоже? Да. «Алчущих исполнил благ, и богатящийся опустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспоминал милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени Его от века». И эти слова читаются на праздник Рож-Гошана. Они говорят одно о рождении пророка Самуила, а другое – о рождении Ешо-Мессии. Хорошо. И вот случилось так, что родился Ицхак, да? Но до этого родился сын Измаил. Кто первенцем был? Измаил, да? Видите, как интересно. Измаил был первенцем. И у кого-то так получилось, что второй сын тоже стал первенцем? Да? Иаков, и Исав. Тоже картина повторяется. Хорошо. И дальше еще говорится о том, что он был сын египтянки, да? И увидела Сара, что сын Агарьи египтянки, которую она родила Аврааму, насмехается. Вот очень интересно. Насмешка Сары и насмешка Агарьи. Были эти насмешки похожи? Или нет? Видите, есть насмешка, есть насмешка. Издевается, насмехается, да? Застала издеваться сына Гарьи египтянки. Насмехается. Сказала она Аврааму, выгони эту рабыню и сыну ее, ибо он не будет наследником вместе с сыном Ицхаком. И показалось это Аврааму весьма прискорбным из-за сына его. И сказал Бог Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни своей. И однако, несмотря на это, Бог любил Избаила или не любил? Вот что интересно, да? Вот что интересно. Поэтому я сейчас хочу немножко оставшееся время. Много у нас времени? Десять минут. Поговорить об Ицхаке, Избаиле. Кажется, что это ошибка Авраама, да? За которой мы еще до сих пор страдаем. И к этой трагедии ввело семь шагов. Первый шаг. Сара потеряла всякую надежду на то, что она родит. И кто был инициатором? Авраам или Сара? Сара. Видите? Сара сама себя вырыла, как говорится, яму. И сказала, чтобы Авраам взял египтянку по имени Агарь. И второй шаг. Никаких вопросов, никаких советов было с Господом. Здесь не сказано, что Авраам какой-то построил жертвенник. И не сказано, что хотя бы помолился перед этим. Просто вошел к Агаре, и она зачела. Третий шаг. Когда Агарь зачела, она стала презирать Госпожу. И началось соперничество. Четвертый шаг. Сара обвиняет Авраама в том, что произошло. В обиде моей ты виноват. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Я еще раз говорю, что видите, я здесь буду говорить тоже из разных глав содержания, для того, чтобы сказать логически о данном персонаже. Пятый шаг. Авраам Николепис освобождает себя от всякой ответственности, умывает руки и отступает в сторону. Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с ней, что тебе угодно. А разве он не имел права, как господин, сказать свое слово? Правда? Ну вот. А так, ну, твоя служанка. Что ты там? Ну, подумаешь, у меня служанок. Ой, я уже и не помню, с каким я тут имел дело, да? Ну, твоя служанка. Делай с ней, что хочешь. Я тут ни при чем. Шестой шаг. И Сара стала притеснять Агарь. Видите? Еще. Агарь притесняет Сару. Сара притесняет Агарь. Авраам сам устранился. В общем, в семье полный развал. Агарь притесняет Агарь. И Авраам становится единственным человеком, через которого было состоится все человечество. Но все равно от Измаила тоже произошел народ. И он тоже семя Авраама. Итак, какие ошибки? Первое. Записываем. Дело было взято в свои руки. Инициатор Сара. Второе. Никто не спрашивал совета у Господа. Кто виноват? Авраам. Гордость и соперничество. Кто виноват? Агарь. Обвинение другое в своей ошибке. Сара. Отказ взять за себя ответственность за ребенка? Авраам. Гнев и действия, которые бесчестят другого человека? Сара. И последствия отсутствия раскаяния и бегства. Кто виноват? Агарь. Все были, оказались виноваты в этом конфликте. Да? Вот. Видите, что интересно? Значит, Бог любил, оказывается, и Авраама. И любил он и Сару. И так же любил и Агарь. Во-первых, Бог дал имя будущего сыну. Это очень редко бывает, когда имя персонажу дает сам Бог. Это можно считанные разы. Если Бог дал имя этому человеку, значит, есть какой-то план для этого человека. Потому что имя – это очень важно в еврейской традиции. И вообще важно, просто мы не понимаем этого. И Ишмаэль означает, что Бог слышит или Бог услышит. Есть еще интересные места. Когда вот этот источник они нашли. И, кстати, возле этого источника и сейчас там арабы тоже молятся. И этот источник – живого, видящего меня. Живого, видящего меня. И после этого Агарь вернулась и покорилась к Саре. И подчинение, покорность, как называется? Ислам. И поэтому Бог говорит Саре – пойди обратно и стань покорной. Если это сказать по-арабски, то это пойди обратно и стань мусульманкой. Ислам означает покорность. Будь покорной. И Господь отнесся в ней великой любовью и состраданием. И, видите, первенцев Измаилу тоже были какие-то определенные благослования. Почему? Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса его. Ибо в Исааке начнет с тебя семя. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое. Итак, семя обетования – это мы знаем Исаак. Но Измаил тоже семя оборвала. И Бог сам лично говорит, что я позабочусь и произведу великий народ. Это очень интересное обещание. И мы часто это недопонимаем. Потому что сейчас в исламских странах, с одной стороны, дьявол, как говорится, выходит с таким бешенством, великой ярости. Но с другой стороны, в исламе мы видим то, что кризис ислама приводит к чему? Потому что многие мусульмане становятся верующими в Ишуа. Да. Видите, интересно. Бытие 16-8. Агарь, служанка Сарина. Откуда ты пришла и куда ты идешь? Очень интересно. Не просто где ты. Откуда ты пришла и куда ты придешь? Она ушла из дома Божьего. И куда она должна вернуться? Ставши покорным Богу. В дом Божий. Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи, моя. Чем-то это напоминает то, что говорил Иона, да? Я бегу от лица Божьего. Когда там корабельщики приезжали, говорят, ну, наверное, ты самый грешный из нас, да? И им так это страшно стало, когда он сказал, что я бегу от лица Божьего. Правда? Что они взяли и выкинули за борт. Они, правда, даже не хотели его выкидывать. Он сам сказал, выкиньте, говорит, меня. Бросьте меня в воды. Бросьте мне, жизнь не хочется. И бросили его. Бытие 21, дробь 17-18. Что с тобой, Агарь? Не бойся. Бог услышал отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его на руку, ибо я произведу от него великий народ. И это все не так просто. Запомните, что Измаил тоже часть семьи Завета. Я благословлю его, говорит Бог. Я произведу от него великий народ. Это не сказано ни мавитянам, ни аммонитянам, которые являются тоже родственниками Авраама, да? Даже не сказано об этом и Саву, или Дому, тем более. Но это сказано Измаилу. И я верю, что дети Измаила тоже будут верующими в Иешуа и тоже будут спасены. Да. Так, хорошо. Ну, ладно. Наверное, мы сейчас сделаем уже перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...